всеми с вами смогу соприкоснуться вот я наверно будут интерактива какого-то у меня не заготовлено то есть в том плане там какие-то слайды показывать еще что-то меня нету материал меня не было и времени чтобы это что-то сделать такое чтобы вам более наглядно было но мы будем компенсировать этот интерактиву какими-то то есть я буду давать какой-то может быть блок материала что-то говорить и потом ну можно будет пообсуждать какие-то вопросы потом идти дальше наверно вот как-то так мы будем живое общение обсуждать я не знаю насколько мы продвинемся может мы вообще застрянем на самом начале посмотрим вот тема которую мы сегодня будем рассматривать сотворение мира я в свое время и и чтобы разобраться в ней потратил месяца четыре на роли пять я копался всем от богатом все там выворачивал пока нет у меня это не сложилось какую-то систему которая собственно и проявилась виде там пару уроков небольших то есть нужно было это сжать все до какого-то вот ну что понятно было в конце концов стало понятно для чего это всем от бога в этом объясняется вот самом начале первая песни шимат баутом баутом начинается со стиха джан мади яся я тон ваяты тарата чат еша бежнах сварат теней брамах ридая ади каве мух янти яд сурай ага тиджо варии бритам яд хави не маю я траты саргам риша дамна свина сада не растаку хагам сатьям парам дгимаги то есть в этом стихе шила вясадева сразу обозначает предмет своей книги он призывает давайте медитировать на абсолютную истину и и он описывать что если бы абсолютно если на представляет джан мади яся это а это тот из которого исходит все творение которым поддерживается все творение и в конце концов которым разрушается естественный вопрос который возникает может быть это природа все творит вот сейчас современные ученые они считают что природа является источником жизни источником творения но без этого говорит не это бежнах он сознающий он тот кто сознает прямо или косвенно все творение а природа сама по себе не создающие вот тогда может быть это это живое существо джива является источником творения он горит нет сварат источник творения или абсолютная истина на сварат она независима ни от кого бы то ни было тогда как джива она зависит от так многого и от природы и от других живых существ и то есть она не является независимой тогда возникает вопрос может быть это брахма и может быть брама является источником творения но ясадева отвечая на это сомнение брама это первое живое существо который является вторичным творцом то есть фактически все во вселенной зависит от него поэтому он каком-то смысле независим от ни от чего во вселенной но тенебрих мая тете тенебра мая оди кавале то есть брахме вложил знание вдохновение абсолютно истина верховный господь кришна вложил ему это знание вдохновение поэтому брама не является тоже источником вот и дальше бага в этом уже описывается более подробно как брахма не является источником это творение то есть во второй песне сам брама его народам у него спрашивают дорогой отец ты ли являешься тем изначальным причиной но все-таки я вижу что ты кому-то молишься вот пожалуйста объясни мне кто же все-таки источник и бага в этом раскрывает источником из которого все исходит это кришна кришна является источником всех проявлений и собственно вот этот весь процесс сотворения от ну как бы от самого начала и до всех этих грубых элементов которые мы сегодня рассмотрим кратце нужен просто для того чтобы понять что все исходит из кришны но понять это уже более осознанно то есть одно дело сказать все исходит из кришны а другое дело увидеть как вот в этом группам элементе как как это все изошло из кришны как этот грубый элемент конце концов появился то есть большая цепочка на самом деле следствие произошла из кришны вот давайте мы немножечко сейчас чтобы настроить сделаем небольшой киртан буквально несколько минуток чтобы мы сонастроились вот вы тоже подпевайте и потом мы собственно продолжим а Субтитры создавал DimaTorzok 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 У него другое настроение, то есть Баларама уже находится в настроении служения Кришне. И Баларама, он также имеет белый цвет кожи, светлого цвета. Из Баларамы исходит первая четвертичная экспансия, то есть четыре экспансии – Васудева, Санкаршана, Прадюмная Нерудха. То есть если Кришна и Баларама проявлены во Вриндаване, то есть в изначальной обители Кришны они там являют свои игры, Баларама служит Кришне там, то исходящая экспансия Васудева, Санкаршана, Прадюмная Нерудха, первичная экспансия – это уже проявления Господа, которые управляют планетой Дварака. Васудева – это Кришна, его проявления в Двараке. То есть он иногда двурукий, иногда четырехрукий. Там же есть в основном двурукий в Двараке еще, но он уже Васудева, то есть он уже проявляет, он царь, он не пастушок просто, он царь, он уже управляет, он главный. Санкаршана – это Баларама, там в Двараке. И Прадюмная Нерудха – это еще две экспансии, которые появляются, то есть четвертичная экспансия, управляющая в целом Двараке. Дальше из Санкаршаны, то есть опять же тот же Баларама, он дальше экспансирует, то есть он экспансирует себя в Санкаршану, и потом из Санкаршаны проявляется Маха Нарайана. Это Господь Нарайана – повелитель всех планет Вайкунх, который проявляется в своих различных проявлениях на разных планетах Вайкунхи. И таким образом Господь Нарайан – это повелитель планеты Вайкунхи, там появляется из этого Маха Нарайаны появляется вторая четвертичная экспансия – Васудевы, Санкаршаны, Прадюмны и Нерудхи, но уже на планетах Вайкунхи, которые окружают Маха Нарайану. И из вторичного Санкаршаны исходит Маха Вишну, первая Пуруша Аватара, которая занимается Пуруша Аватара. Пуруша – это означает наслаждающийся или господин, то есть тот, кто является господином этого материального проявления. И Пуруша Аватары, а их есть три проявления, они управляют и поддерживают и творят, собственно, все материальное проявление. И есть Маха Вишну – это господь, который возлежит на водах Причинного океана. Он как раз является экспансией вторичного Санкаршаны, вторичной Чатурьюхи. Маха Вишну возлежит, ложится на воды Причинного океана, то есть в районе материальной энергии. То есть часть творения, одночетверть творения Господа покрыта, является его материальной энергией. И Маха Вишну возлежит в этом океане, то есть вложится в это место. И из пор на его коже, при его выдохе появляются все вселенные, которые потом увеличиваются, как пузырьки, так и увеличиваются. И покрываются первоэлементами. И внутри, внутрь каждой вселенной Маха Вишну входит уже в облике Гарба Дакашая Вишну. То есть тот, кто возлежит на водах вселенной Гарба Дака, океана Гарба Дака. Это океан, который из его же тела происходит. Вот он возлежит в этом океане. И дальше уже из Гарба Дакашая Вишну появляется Кшира Дакашая Вишну, или Параматма, сверхдуша, которая пронизывает каждый элемент творения и входит в сердце каждого живого существа. И таким образом Господь является источником и тем, кто поддерживает все это мироздание. Вот таким образом Маха Вишну, который бросает взгляд на эту природу, инертную материю, этот взгляд приводит к тому, что эта инертная материя, она начинает проявлять различные элементы творения. Она как бы активизируется. И далее уже при вторичном творении Висарга, то есть это первичное творение создания этих первоэлементов, то есть 25 материальных элементов создается, мы об этом поговорим сейчас. А вторичное творение создает уже Господь Брама, то есть первое живое существо, которое рождается на лотосе, произрастающем из пупа Гарбада Кашая Вишну внутри Вселенной. И Господь Брама, он уже наделенный такой творческой энергией, он может брать эти первоэлементы и создавать из них разные формы. То есть он творит 8 миллионов 400 тысяч форм жизней, он также создает все эти грубые планетные системы. Вот, и таким образом он является как бы этим грубым творцом, который из этих материальных элементов создает определенное творение. Вот, мы сегодня рассмотрим, ну, про вторичное творение, собственно, много говорить не надо, то есть там 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, есть описание в Бхагаватам, какие формы жизни за какими создаются. Это как бы отдельная тема, не думаю, что есть смысл в это сильно погружаться. Но вот это первоэлементы, создание первоэлементов очень интересно, то есть имеет смысл на это посмотреть. Итак, как же Господь осуществляет это первичное творение? То есть перед началом творения существует только экспансия Кришны, Господь Махавишну. Природа материальная пребывает в своем инертном состоянии, которое называется Пратхана. То есть Пратхана – это неактивизированная природа, то есть инертная природа, которая пока как бы просто представляет такую какую-то однородную субстанцию, она как неживая, что ли. Но когда Господь Махавишну бросает свой взгляд на эту природу, происходит активация этой природы, как будто бы оплодотворение. Она начинает сразу функционировать. И вот эта природа, приведенная в активное состояние взглядом Махавишну, называется Махататва. То есть еще раз, природа в инертном состоянии называется Пратхана. Можете себе записать. Махавишну – это неактивированная такая инертная природа. Но когда Махавишну, вот этот Господь, который возлежит на этих водах, причина океана, бросает свой взгляд на эту природу, она активизируется. И такая природа уже называется Махататва. То есть в этой природе проявляются уже тригуны материальной природы, проявляются все эти первоэлементы, которые в конце концов, благодаря Брахме, потом связываются формы. И туда же, там же появляются дживы, благодаря этому взгляду Махавишну, которые тоже начинают проявлять свою активность. Итак, что же собой представляет этот взгляд Махавишну? То есть что он в себе несет? То есть говорится, что Махавишну не соприкасается с материальной природой, но он бросает на нее взгляд, и все происходит благодаря этому взгляду. Что же несет в себе этот взгляд? Он несет в себе три вещи. Первое – это изначальное мужское начало. То есть Господь – это Пуруша, Он – Господин. И вот в этом взгляде проявлено это мужское начало, олицетворением которого является Шамху или Господь Шива. Шива – это изначальный мужской принцип, при помощи которого как раз Господь и соприкасается с материальной природой. То есть сам Господь не соприкасается с природой, но он бросает свой взгляд, и этот взгляд приобретает вот этот вот… или имеет эту энергию, мужскую энергию Шивы, то есть олицетворением которой является Шива. И Шива как бы вступает в отношения с Пракрити или с Дургой, с природой. Теперь по поводу природы тоже важно сказать. Природа – это энергия Господа. То есть Дурга или олицетворение этой природы. Откуда она берется? Тоже важно как бы отметить, что из Кришны исходит изначальная духовная энергия, сутью которой являются Хладини Шакти или же Шимати Радхарани, олицетворение которой – это Шимати Радхарани. Экспансиями Шимати Радхарани в Двараке являются царицы Двараки. Вернее, экспансиями Шимати Радхарани во Вриндаване являются Гопи. Потом эти Гопи экспансируют вместе с Шимати Радхарани в цариц Двараки. То есть Двараки уже проявляются как царицы и Гопи, которые являются супругами Господа. Дальше, соответственно, то есть Шимати Радхарани таким образом распространяет себя во множество Гопи и во множество фактически дальнейшей трансформаций – это царицы Двараки. Дальше из этих цариц Двараки появляется Лакшми. То есть Лакшми является экспансией дальнейшей. То есть это распространение Шимати Радхарани, по сути дела, которое сопровождает своего Господа в его различных проявлениях. Где бы ни появлялся Кришна в каком-либо облике, либо это облик Кришны в Абриндаване, там сама Шимати Радхарани, в Двараке это уже Сатябама, то есть Радхарани проявляются так. Потом, соответственно, на планетах Вайкунхи она уже Лакшми. То есть, другими словами, энергия наслаждения Кришны также сопровождает все время его. И точно так же, когда Кришна экспансирует себя вот в этого Шиву, то есть Шива, он не относится к категории Вишну Татв, но он и не Джива. То есть, эта особая отдельная субстанция, по сути дела, это как некая экспансия Господа для взаимодействия с материальной природой. То Лакшми, она экспансирует себя в Дургу для того, чтобы взаимодействовать с Шивой и служить ему. Таким образом, материальная природа, Дурга и Шива изначально имеют свое первозданное проявление, в конце концов, в Радхе и Кришне. То есть, вот это важно понимать. Вот, таким образом, Шива, это изначально мужское начало, это первое, что содержит в себе взгляд Махавишну. Дальше, этот взгляд несет в себе энергию времени. То есть, что это означает? Что под влиянием взгляда именно материя начинает двигаться. То есть, она создается в какой-то момент, что какие-то объекты создаются. По влияниям этой времени они какое-то время существуют, увядают и, в конце концов, разрушаются. То есть, фактически, вот эта энергия времени, она является этой энергией, которая исходит от взгляда Махавишну. То есть, Господь заставляет двигаться материю от создания до уничтожения. То есть, как бы вот такой круговорот происходит в природе. И также, соответственно, в соответствии с этим временем или волей Господа. То есть, время представляет собой волю Господа. Под влиянием времени время отчитывает время всех живых существ, отчитывает время этой вселенной. То есть, есть определенная воля или как бы желание Господа, или его план относительно этого творения или относительно жизни каждого живого существа. И третья составляющая, которая вместе с этим взглядом, которая несет в себе этот взгляд Махавишну, это дживы, живые существа, которые благодаря этому взгляду из тела Махавишну появляются дживы. То есть, они как бы входят в эту материальную субстанцию и потом они обретают тела. Мы об этом поговорим. То есть, они как бы пробуждаются из спячки. Потом, когда Махавишну опять вдыхает, все вот эти материальные вселенные происходят разрушения, все живые существа и также все эти вселенные втягиваются, а материальные ингредиенты опять приходят, как бы такое инертное состояние. Потом Махавишну опять своим взглядом активизирует. То есть, он выдыхает, опять появляется вселенная, он активизирует своим взглядом эту природу, появляются первоэлементы и все-все-все опять повторяется. То есть, живые существа, которые с прошлого творения не закончили свое развитие, то есть, не развили достаточно свое сознание, чтобы вернуться в духовный мир, они возвращаются вместе с вдохом Махавишну внутрь него. И там какое-то время пребывают в состоянии такого транса, то есть, некого гипноза. То есть, они как бы ждут под влиянием энергии Господа следующего воплощения, чтобы начать действовать. И потом, когда они… То есть, это как сон такой, скажем так. То есть, они не имеют никакой оболочки, не могут проявить свою деятельность, потому что нет энергии материальных для этого. Но когда опять воссоздается материальное творение и появляются энергии, Джива может воспользоваться этими энергиями, чтобы проявить свою деятельную природу и свои желания. Таким образом, вот эти три составляющие привносятся взглядом Махавишну, они активизируют материальную природу. Итак, изначальное мужское начало. Первое, я хочу подробнее поговорить об этом. То есть, еще раз, взгляд Махавишну содержит в себе изначальное мужское начало, шамбу. Это мужской символ. Когда шамбу соединяется с женским началом, то есть с майей или материальной природой, то на свет появляется все многообразие форм материального мира. Шила Пурпада так это объясняет в комментарии к Шимадбатам 3.26.17. То есть я прочитаю комментарий Шила Пурпады. Когда под взглядом верховной личности Бога материальная природа приходит в движение, она проявляет себя во всем многообразии видов и форм. До этого она находится в инертном состоянии, в котором три гуны материальной природы не взаимодействуют друг с другом. Когда женщина не может родить ребенка, а как женщина не может родить ребенка, пока ее не оплодотворит мужчина, так и материальная природа не способна ничего произвести на свет, пока не будет оплодотворена верховной божественной личностью. Ну и вот здесь я хотел бы поднять вот эту тему важную для обсуждения. То есть мы знаем, что в материальном мире мы видим, что есть живые существа с мужской и женской природой. Так вот, таинство заключается в том, что мы с вами не являемся ни мужчинами, ни женщинами. То есть вот это и мужская, и изначальная женская природа, природа, то есть в материальном мире это природа Шивы, вот это изначально мужского принципа, и природа Дурги, изначально женского принципа. В конечном счете это исходит от Радхи и Кришны, как мы уже говорили. То есть Кришна является изначальным мужчиной, а Радха изначально женским принципом. И, соответственно, живые существа, получая разные тела, мужские или женские, мужское тело, оно сотворяется, это тоже воплощение природы, но оно наделяется этой мужской энергией. То есть оно как бы действует, как мужчина. То есть есть это мужское эго в теле мужчины, и соответствующие органы, и соответствующая харизма, и так далее. И форма, то есть сила определенная. То есть мужчина как бы, есть энергетика мужчины. Эта энергетика исходит от этого мужчины Шивы, ну и в конце концов, изначально мужчины Кришны. То есть другими словами, мужская энергия не является нашей собственностью. Вот что я хочу сказать, дорогие мужчины. То есть мы не мужчины, мы слуги, которые несем в себе эту мужскую энергию, которую мы должны задействовать в служении Господу. То есть задействовать эту мужскую энергию. Точно так же женская энергия не является собственностью живых существ, воплощенных в женских телах. Им дается эта энергия для того, чтобы они либо... То есть что живое существо может делать? Живое существо может быть в двух состояниях. Либо оно находится в состоянии слуги, и тогда, понимая, что я слуга, человек не отождествляет себя с теми энергиями, которые ему даны в пользование, в том числе и со своей мужской или женской формой. То есть джива, слуга, это тот, кто использует данный ему ресурс или данную ему энергию, шакти, для того, чтобы служить, а не для того, чтобы наслаждаться. Но если есть дух наслаждения, то есть если живое существо само считает себя наслаждающимся, а не слугой, то тогда оно начинает отождествлять себя со своим телом. То есть я могу наслаждаться, я как бы начинаю... Чем я наслаждаюсь? Я наслаждаюсь тем, что я мужчина, например, тем, что я женщина. То есть я и то, и другое, и шварабава на самом деле, и в женском воплощении, и в мужском. То есть я наслаждающийся в этом теле. И тогда я использую эту природу для того, чтобы добиться от другого тех наслаждений, которых я хочу. Так возникает вожделение или желание эксплуатировать других для собственного наслаждения, что, собственно, является разрушительной природой, разрушительной тенденцией, которая приводит живых существ в состояние одиночества и несчастья. И наоборот, когда живое существо действует как слуга, оно начинает понимать, что это не моя энергия. Вот я действую сейчас, как мужская энергия проявляет, но я чувствую, что я просто пропускаю через себя эту энергию. Я просто носитель этой энергии. Господь дал мне возможность ей попользоваться. Он наделил меня полномочиями определенными, чтобы я мог сделать определенное служение. Но для мужчины это позаботиться о семье, позаботиться о женщине, о супруге, позаботиться о детях, также позаботиться об обществе, какой-то вклад в общество вносить. То есть у мужчины есть свое предназначение, которое он делает уже в духе служения Господу, который является изначальным отцом всех живых существ. Женщина, соответственно, в женском теле, если она внутри слуга, то она тоже понимает, что у меня просто эта природа, она предназначена для другого. Я гармонизирую, создаю эту красоту в этом пространстве. То есть я помогаю. Женщина является матерью, то есть она заботится о детях и так далее. Но мужской принцип это тот, кто несет ответственность. Тогда как женский принцип, женская природа, она чувствует себя имеющим смысл в своей жизни, если она чувствует защиту мужского принципа, что кто-то другой несет ответственность, она помогающая. То есть тогда женщина чувствует себя спокойно и может проявлять творчество. То есть так вот все это проявляется. И то, и другое, это важное очень служение живых существ. Но если мы отождествляем себя с этими энергиями, то считаем себя мужчинами или женщинами, то тогда мы впадаем в иллюзию и, соответственно, запутываемся вот в этой всей, так сказать, материальных отношениях, материальной деятельности и начинаем страдать из-за этого. Поэтому благодаря духовному знанию живое существо может разотвестить себя с этим. Я хочу сказать, что в духовном мире тоже живые существа имеют либо женский облик, либо мужской. То есть они тоже наделяются этой изначальной женской или мужской формой, исходящей от этих изначальных женщин и мужчин, но они не отождествляют себя с этими формами. Они скорее служат вот в таком настроении, настроении женской ипостаси или мужской ипостаси. И это их служение изначальным мужчине и изначальной женщине, то есть Радхе и Кришне. Ну вот то, что хотелось, наверное, сказать. Если есть что-то, что хотите обсудить сейчас вот на этом этапе, то, пожалуйста, давайте какие-то вопросы, потом мы пойдем дальше. Вы можете включать микрофон на себе сами, по идее у вас должно включаться, попробуйте сейчас. Нормально, не запутал я сильно. Я думаю, что нормально, сейчас получим обратную связь, потому что мы творение Вселенной и три энергии Господа и также аватары Господа, как из Кришны исходят все аватары. Мы это, в принципе, в прошлых уроках проходили, и очень здорово, что вы сейчас вот это все напомнили, вспомнили и постепенно перешли. Мне кажется, что не должно было это запутать. Преданные, дайте обратную связь, как, что, кому. То, что мы рассмотрели сейчас, это просто происходит что? То есть вот эти экспансии все появляются, появляется Махавишну, который бросает взгляд на материальную природу. И в этом взгляде проявляется изначальный мужской принцип Шива, который вступает во взаимодействие с Дургой, то есть проявляя все формы. Там туда же, то есть мужской энергии как бы проявлен этот или как наделен этот взгляд. Там же есть живые, живые существа тоже впрыскиваются в эту природу, в этот котел, скажем так, с первоэлементами. Вернее, еще первоэлементы это, собственно, еще не создались, но скоро создадутся, начнут создаваться. и туда же, и там же энергия времени, которая активизирует три гуны материальной природы, гуну страсти, гуну невежества, гуну благости. То есть движение гун появляется благодаря энергии времени, а энергия времени это взгляд Махавиши. То есть, получается, Шива исходит из Махавишну, да? Да, но он появляется уже как уже дальнейшая экспансия. То есть, есть Шива вот как Шамбу, изначальный Шива, а потом в Вселенной появляется еще его экспансия. Он появляется уже из Брахма. Из Брамы, из межбровья Брамы он появляется, да? Да, да, да. И потом получается, что Шива он является и не Вишну Татва, то есть он и не верховная личность Господа, и не Джива обыкновенная. Это форма, средняя форма какая-то, да? Да, поэтому говорится, что живое существо может иметь 78% качеств Господа, но не в количественном, не в количественном количественном отношении. То есть есть 64 качества у Кришны, то есть он обладает самым большим количеством качеств, но это основные, конечно, безграничное можно разделить на основные 64. У Нараяны уже их 60, а у Шивы, у Шивы, насколько я помню, 55, 55. Тогда, как у обычных живых существ, 50, да, качеств. У достаточной степени проявлены. Спасибо. Буквально его называют Шива-Татва, то есть это особая Татва или истина, истины. Видишь Шивы, то есть это не Джива и не Вишну, то есть это вот что-то между ними. Да. И вот мы проходили как раз вот прошлую тему, что получается, что у Шивы планеты, она находится за оболочкой Вселенной, да? Ну, изначально он пребывает на Кайлаше, это где-то между материальным и духовным миром. Между материальным и духовным миром. И при уничтожении Вселенной, когда она входит в Маха-Вишну, то эта планета, она также остается, да? Она не уничтожается. Ну, да, Шамбу, он как бы, насколько я помню, одно из его качеств как раз, что его тело уже вечно. То есть он тоже он как бы вечен. Хотя мы сейчас говорим, что он исходит, но взгляд Маха-Вишна, он же вечен тоже, вечно смотрит на эту планету. Да, да. Поэтому Шива, он вечно присутствует. Вечно. Харе Кришна, спасибо большое. Может, у кого-то еще есть вопросы? По поводу мужского, женского понятно было, да? То есть, что мы не являемся мужчинами и женщинами. Вот это вот иногда трудно понять. С другой стороны, мы как слуги, находясь в тех или иных телах, мы должны как бы правильно пользоваться этими энергиями, не отбрасывать их. Иногда неправильно это пренебрегать своей природой. Раз я не мужчина, значит, я вообще наплевал как бы на свою ответственность. То есть, это как бы не слуга. Или я не женщина, поэтому я как бы не буду ничего делать. Это неправильно. Либо другая вещь, это когда я эксплуатирую эту природу для своего наслаждения. Это два неправильных отношения. А правильные отношения это когда я слуга, находящийся в этой природе, Господь меня наделил, значит, у меня есть определенная ответственность перед Господом, То есть, я ее использую в служении Господу, вот как мужчина, как я могу служить. Да? И мужчина берет ответственность. То же самое касается джибы в женском теле. Правильно ли я понимаю, Махарад, что когда живое существо, независимо от того, женщина это или мужчина, пытаются как-то занять позицию контроля, не знаю, там, как бы сейчас это делать, эксплуатации, может быть, через какие-то, может быть, хитрости и так далее, уловки, это может быть и мужчина, и женщина делать. Это уже как бы попытка занять мужской принцип. То есть, когда джиба наполняется желанием стать Богом, то есть, быть наслаждающимся, то есть, тот, кто является центром всего, тогда такая джиба начинает использовать эту природу свою. Например, как женщина действует, если она находится в этом состоянии Ишварабалы? Она начинает использовать свою природу, чтобы так или иначе подчинить себе мужчину, заставить его делать то, что я хочу и так далее. То есть, всякие манипуляции, то есть, это все как бы, то есть, природа есть, женская природа, она та, которая привлекает мужчину, но когда за этой природой стоит вот эта Ишварабава, то есть, желание эксплуатировать эту природу для своего наслаждения, то тогда это, как-то говорится, в общем, забыла слово, как некий зверь, который находится за этой природой, то есть, он привлекательный, а потом мужчина чувствует, боже мой, да там такой зверь за этим, и, соответственно, мужчина шарахается этого, то есть, он может попасть под влияние, но в конце концов, поскольку это определенное насилие, манипуляция, то он чувствует себя, то есть, его личность подавляется. То же самое касается мужчины, то есть, если мужчина действует из вот этого настроения Ишвары, я наслаждаешься, я контролер, я благодетель, то он использует свою природу для этого, чтобы быть наслаждающимся, быть контролером или благодетелем. Женщина свою природу использует, мужчина свою. И так возникает материальное существование. А по идее и те, и другие мужчины и женщины должны действовать с позиции женской природы, скажем так, с позиции слуги, с позиции ученической такой, да? Да, с позиции зависимого живого существа. Иногда говорится, что Джива имеет тоже женскую природу, в том смысле, что она тоже является природой, энергией. Но это не вот эта женская природа, о которой мы говорим. Это изначальная женская природа, она принадлежит не нам. А Джива имеет свою природу Шакти, это Джива Шакти, которая наделена этой женской природой от Дурги. То есть женщина от Дурги получает это тело. То есть наделяется этой женской определенной природой. И если такая Джива находится в этом настроении Ишвары, то есть тоже пытаясь быть Ишварой, но в женском теле, то тогда она используется, что контролером наслаждаемся и благодетелем в женском теле. То есть что я могу делать? Я могу контролировать, пытаться, потом, если либо быть благодетелем, так под контроль свой взять других, либо просто наслаждаться кем-то непосредственно. Но когда человек обретает настроение слуги, то есть он чувствует, я слуга Господа, вот эта природа мужская, это его природа, это его энергия, которой он меня наделил, чтобы я мог служить. Поэтому я как слуга, поскольку мужская природа предназначена для того, чтобы нести ответственность, а ответственность подразумевает также и контроль определенный, я контролирую, но в духе служения. То есть это уже служение мое, а не просто идет какой-то контроль ради моего эго. Когда эго проявляется, все сразу возмущаются, когда проявляется истинная энергия, все благоговейно складывают ладони и подчиняются. Джива не должна терять свою энергию служения. Это секрет здоровых семейных отношений, здоровых отношений этих природ. Это то, что мы в сознании Кришны пытаемся реализовывать. Я так понимаю, старший и младший это тот же сам принцип проявляется. Неважно это мужчина или женщина. Если например старший в позиции мужской природы находится по отношению к младшему подопечному, а младший подопечный к старшему или к гуру может быть находится в позиции женской природы. Служение. А старший он опека. смысл смысл какой, что я всегда слуга, даже когда я старший. И вот здесь вопрос возникает. А вот бывает такое мнение, что женщины должны быть под защитой, под опекой, они зависимы, а мужчина может быть независимо действовать. Ошибочное мнение может возникать, что если мужчина я могу действовать независимо. Неправильно. То есть мы как слуги Господа никогда не бываем независимы. Мы зависим от Господа и женщины и мужчины. Но наша природа, которой мы служим, мы зависим от Господа, мы его слуги. Но природа, которой мы наделены, она действует как та, кто несет ответственность и та, которая помогает исполнять эту ответственность. Мужской и женский принцип. Но мы оба слуги. Поэтому мужчина и женщина в семье, как бы прабуи и матаджи, они могут быть, как слуги, они вместе обсуждают вот это настроение служения, они друг друга могут давать друг другу какие-то реализации. Иногда мужчина от женщины учится, а женщина от мужчины. То есть они учителя друг для друга, как между дживами. Это естественно. То есть мы всегда слуги, мы ученики. это наше изначальное положение, поэтому мы можем учиться даже у детей. И есть интересный пример этого. В читании Бхагавати приводится Лила, когда однажды Адвайта Ачаря к нему пришел один саньяси. Этот саньяси сказал, я хочу, ну и Адвайта Ачаря сразу захотел его угостить просадом, то сказал, нет, я не буду пока есть, хочу получить ответ на вопрос. Адвайта Ачаря говорит, ну давай ты поешь сначала, а потом ответ на вопрос. Нет, сначала ответ на вопрос. Он говорит, ну хорошо. И он говорит, скажи мне, в каких отношениях находится Господь Читания и как звали этого саньяси, который дал саньясу Господу Читанию? Что вылетело из головы у меня имя? Продолжение. Не, не, не. Ну, в общем, барати какой-то, я забыл, как же его. Ну, в общем, и вот этот вот учитель Господа Читания, который дал ему саньясу. Ну, не ваш. Кеша ва барати, да? Да, кеша ва кокоса. Кеша ва барати. Да. Вот. И, соответственно, в каких они отношениях состоят? И тот подумал, какой ему внешний сначала социальный принцип объяснить или духовный? С духовной точки зрения Господь Читания изначальный учитель всех живых существ. Поэтому, как бы, на самом деле, Кеша ва барати это его ученик. Но с социальной точки зрения Кеша ва барати был учителем Господа Читания. Вот этот человек, он не мог понять, как это считать. Вроде он верховный господь, но как он может иметь учителя? То есть, он поэтому спросил этот вопрос. И Господь, ученик, то есть, тот, кто дал ему саньяс. И тут прибегает его маленький сын пятилетний, Ачутананда. И он говорит, отец, похоже, что майя повлияла на тебя, иначе как ты мог так вообще ответить? И он как начал, в общем, объяснять положение Господа Читания, положение того, что это верховный Господь, он изначальный учитель. И когда Эдвайта услышал это, он в такое блаженство пришел, он обнял своего сына и сказал, сын, ты научил меня, спасибо тебе. И это приводится как идеальный пример от истинного отца и истинного сына. То есть, когда отец может принять урок даже от своего сына, если устами сына говорит истина. Даже такой великий премник, как Эдвайта Ачария, смутил, ну как бы готов был склониться перед Ачутанандой, и когда Эдвайта Ачария это сказал, он начал выражать почтение, Ачутанандо сразу смутился, потому что с точки зрения социальной этикета он сын, а его отец это отец. Таким образом, как бы вот удивительная вот эта вот как игра, что ли, вот этих разных настроений, одновременно проявляющихся в духовной жизни. Поэтому иногда в духовной жизни истинный отец, он научится истине, даже если это сын говорит. И это будет очень большим уроком для его сына, потому что он увидит, что истинное, ну как бы, он будет уважать отца еще больше, потому что отец, он не из ложного эго действует, показывая, что я всегда прав, а он как бы принимает, он ученик внутри. Вот это вот и есть как бы правильная такая позиция. Поэтому, когда мы играем роль наставников каких-то старших, то есть мы все равно остаемся учениками внутри. И мы от младших очень много мы можем научиться. То есть иногда через них тоже что-то проявляется. Но в целом, как бы, мы играем роль такой заботы о них, то есть старшие с младшими, мы заботимся. Это естественное как бы отношение. Но внутри мы слуги, мы так служим таким образом. Если мы начинаем отождествлять себя с ролью старшего, то тогда начинаются проблемы. То есть если, например, гуру считает себя гуру, он становится муру, то есть коровой, бесполезным. То есть гуру никогда не должен отождествлять себя с этим положением. То же самое мужчина не должен отождествлять себя с положением мужчины, женщина с положением женщины. То есть это как бы это разные ярлыки, с которыми можем себя отождествлять. Мы являемся слугой, слух, слух Кришны, господина Гопи. Спасибо. Может, у кого-то из преданных еще вопрос есть? Если нет, то можем дальше двинуться. Не стесняйтесь, пожалуйста, преданных спрашивать, если что-то непонятно. Будет хуже, если потом, вдруг, через пару уроков, выяснится, что что-то недопоняли и постеснялись спросить. И в этой жизни наделали множество ошибок, отождествляя себя с телом, мужчины или женщины. В сознании Кришны мы постепенно эти вещи начинаем понимать и чувствовать, что те энергии, те таланты – это энергии Кришны, которые нам даны, мы просто пользуемся ими. Мы служим при помощи них. Таким образом, как бы мы слуги. Хорошо, давайте тогда пойдем дальше. Итак, три вот этих составляющих есть. Есть взгляды Махавишну – это изначальное мужское начало, шамбу. Это энергия вечного времени, кала. И здесь чуть-чуть можешь тоже подробнее сказать, что есть интересный комментарий в читании Чаритамбрити, который я нашел, где Шилапруппад этот момент объясняет, что он говорит, что в Ситапанишад, это отделила пятая глава 27-28 стихи, что Шилапруппада пишет, что в Ситапанишаде говорится, что Махалакшми, верховная энергия Господа, проявляется по-разному. То есть на планетах Вайкунхи есть Махалакшми или вот эта богиня, которая является экспансией Шимадирадхарани, в конце концов. Значит, Махалакшми проявляет себя по-разному. Она действует как материальная и как духовная энергия. То есть когда она проявляется как материальная энергия, она является дургой. Когда проявляется как духовная энергия, она является лакшми. В обоих случаях она выступает как энергия желания, энергия творчества и внутренняя энергия. То есть вот так проявляется эта энергия лакшми либо в материальной сфере, либо в духовной. То есть в материальной сфере тоже есть эти три энергии, энергия желание творчество и внутренняя энергии энергия желание тоже может иметь три вида и lnila джи ва гос вами утверждает что шри это энергия которая поддерживает мироздание то есть это было на благости у это энергия которая творит мир и того на страсти и и nila это энергия который разрушает его годову на невежество вот они три гуны собственно эта энергия torque и да то есть Но эта энергия активизируется тогда, когда появляется Пуруша. То есть, если нет Пуруши, то эта энергия спит. Подобно тому, как женщина не может себя проявить в полной мере, что-то творить, произвести ребенка, пока не появится мужчина, то есть Пуруша. И дживы, то, что в живые существа содержится возглядь Махавишну. То есть, первый Пуруша издали бросает взор на Майю и оплодотворяет ее семенем жизни, живыми существами. И в Бхагавадгите, поэтому есть стих даже такой, 14.4 Бхагавадгита, где говорится «Ахамбиджапрадахпита». То есть, знай же о Сынкунде, что все формы жизни начинаются в лоне материальной природы, и что Я – Отец, дающий семя. То есть, семя жизни – это джива, которую Господь вкладывает в нужное место для того, чтобы проявилась то или иное форма, в конце концов. То есть, Господь, другими словами, направляет джив в нужное место, и вкладывает ее, например, в семя мужчины или в семя животного, в семя птиц и так далее. То есть, это семя жизни, это дживы. Их вкладывает Господь в соответствующее место, в соответствии с уровнем сознания этой дживы. Таким образом, Господь посредством своего взгляда активизирует материальную природу, впрыскивает туда вот этих джив. И в результате, когда все дживы оказываются вот в этой материальной природе, представьте себе, такая впрыскиваются такие дживы. Они еще не имеют тел. Это просто некая джива без энергии, скажем так. Еще тела их не проявились. Но пробуждается уже их сознание. Вот это совокупное сознание всех этих джив называется махат, принцип махат. Махат является тонким принципом, лежащим в основе этого феноменального мира. Поскольку махат является продуктом материальной энергии, насыщенной энергией Магавишну, то есть космическим сознанием, в форме совокупного сознания живых существ, он не является полностью бессознательным. То есть махат представляет собой уникальное сочетание и сознательного, и неодушевленного бессознательного. То есть с одной стороны уже там есть вот эта энергия сознания, а с другой стороны это сознание еще не проявилось в каких-то индивидуальностях. То есть оно должно еще обрести форму, чтобы проявиться полностью. Поэтому это сочетание и сознательного, и бессознательного. На этом этапе сознание живых существ еще чисто, то есть еще не покрыто материальной энергией. Вот далее уже из этого махат появляется первый материальный элемент ложного эго, аханкара. Вот Шила Прабхупада пишет в комментарии к Шимадбхагаватам 2.5.25 следующее, что ложное эго, махаттатве, совокупной материальной энергии, является порождением пограничной энергии Господа. То есть дживы, дживы привносят с собой вот этот вот эгоизм. То есть джива в состоянии, желающая быть повелителем этой природы. То есть это эгоистическое настроение. Вот этот эгоизм порождает, или как притягивает, или как активизирует первый материальный элемент – ложное эго. Это такая самая тонкая субстанция, которая покрывает дживу вначале. Итак, это ложное эгоистическое стремление господствовать над материальным творением, в свою очередь порождает материальные элементы. То есть дальше уже вот этот ложное эго в сочетании с гунами природы порождают различные материальные элементы. Эти элементы необходимы для иллюзорных наслаждений живого существа. Являясь наслаждающимся, живое существо фактически господствует над материальными элементами. Однако за всем этим стоит Верховный Господь. На самом деле никто, кроме Господа, не имеет права называться наслаждающимся. Но находящийся в иллюзии живое существо хочет само стать наслаждающимся. Это желание порождает ложное эго. Когда у сбитого с толку живого существа появляется такое желание, по воле Господа возникают призрачные элементы, и живое существо получает возможность гоняться за ними, как за миражом в пустыне. То есть, другими словами, если посмотреть по факту, то причиной этого всего материального мира является ложное желание живых существ быть наслаждающимися. То есть Господь, просто отвечая на это их желание, Он дает им пространство для удовлетворения этих желаний. Поэтому, по сути дела, в каком-то смысле материальное творение является причиной эгоистического желания живого существа. И, соответственно, если живое существо изменяет это желание внутри себя на желание служить, то есть нет этого ложного эгоизма, есть истинный эгоизм, то тогда и нет причины творить новое творение, новое тело для этого живого существа. То есть такое живое существо возвращается в свое духовное состояние, в духовный мир. И так, поскольку в Махататве появляется ложное эго, которое затем в сочетании с тремя гунами проявляет все составляющие материального, все составляющие элементы будущего творения, именно это эгоистическое желание живых существ наслаждаться отдельно от Кришны является коренной причиной возникновения всего материального творения. Ну, это вот то, что я уже сказал. Итак, дальше возникает вопрос. Какие материальные первоэлементы возникают в результате соприкосновения ложного эго с тремя гунами материальной природы? То есть еще раз, дживы, которые попали в вот эту материальную природу, они как бы просыпаются под влиянием, по желанию Господа, они как пробуждаются, их сознание активизируется. Но оно еще пока не может выразиться в конкретной какой-то форме, потому что нету этих форм, но уже сознание проявляется, и в начале это сознание проявляется в виде этого просто желания, тонкого желания эксплуатировать материальную природу. И это желание порождает ложное эго, первый-первый элемент, который проявляется. И вот уже это ложное эго, этот первый элемент, в сочетании с тремя гунами, то есть есть ложное эго в гуне благости, ложное эго в гуне страсти, ложное эго в гуне невежества, порождает различные, в общем, 25 первоэлементов, которые мы сейчас с вами рассмотрим. Так, есть ли здесь какой-то вопрос или идем дальше? Наверное, можно идти дальше. Да, видимо, дальше. Хорошо, давайте идем дальше. Так, значит, у нас, поехали дальше. Итак, какие же первоэлементы возникают в результате соприкосновения ложного эго с тремя гунами? Итак, под влиянием времени, а время, как мы помним, это взгляд тоже Махавишну, вот под влиянием этой энергии активизируются три гуны, и вот этот элемент ложного эго в сочетании с этими тремя гунами проявляет три таких как бы субстанции. Ложное эго в гуне благости, ложное эго в гуне страсти, ложное эго в гуне невежества. Ложное эго в гуне благости называется вайкарика на санскрите. Вайкарика, ложное эго в гуне страсти, называется тэйджаса. Тэйджаса, ложное эго в гуне страсти. Ложное эго в гуне невежества – тамаса. Итак, что же такое вайкарика? В результате трансформации ложного эго в гуне благости возникает материальный ум. То есть вайкарика или вот это ложное эго в гуне благости порождает первоэлементы. То есть это материальный ум, первое, что, так сказать, возникает. То есть очень интересно, что ум возникает из гуны благости, хотя кажется, что он такой беспокойный, то есть он в страсти все время находится, то есть такое насущение. На самом деле изначальная природа ума – это благость, то есть быть в спокойном состоянии. Поэтому ум, пока он возбужден, человек не может быть счастлив. То есть это как бы неестественное какое-то состояние. Поэтому когда живое существо погружено в страстную жизнь, ум очень возбужден, то есть человек не может быть счастлив. То есть ум не находится в естественном состоянии, ум как бы разрушается человека. Поэтому ему нужно периодически его как-то останавливать и обычно люди останавливают свой ум при помощи каких-то опьяняющих веществ или погружения ум в какой-то телевизор или еще во что-то, чтобы как-то расслабить его. Но на самом деле изначально ум предназначен, чтобы пребывать в благости, то есть быть в умиротворенном состоянии. Ум происходит из гуны благости. Дальше ум порождает разные мысли, образы и формирует наши желания, то есть образ нашим желаниям формирует определенный. Ум произрастает из вот этого тонкого желания души, то есть если желание души эгоистическое, то тогда ум — это материальная субстанция. Если же желание души духовное, то в духовном мире тоже есть эта энергия, она как бы духовна, то есть ум духовен. Если желание нечисто, ну да, это я уже сказал, функции ума являются две функции у него, санкалпа и векалпа, то есть это принятие и отвержение. То есть ум все время оценивает, нравится, не нравится, принимаю, отвергаю. Материальный ум принимает и отвергает что-либо, исходя из желания чувственного материального наслаждения. То есть живое существо стремится к каким-то наслаждениям, и если это поддерживает это наслаждение, ум сразу же как бы дает команду, ну как бы принимает это. Если нет, то он отвергает. То есть вот ум мечется вот в этих, в эту функцию выполняет. Также результатом вайкарики или ложного эго в гуне благости является появление полубогов, то есть десяти полубогов, управляющих деятельностью тела. На этом этапе еще нет конкретных полубогов. Это энергии полубога. То есть, например, Индра – это не конкретная личность, а это конкретная шакти, энергия. И этой энергией или этой шакти может пользоваться та или иная личность, она может меняться. Но шакти изначальная создается вот из ложного эго в гуне благости. И в Шиманбао там в стихе 2, 5, 30 описываются эти десять полубогов, то есть туда входит и полубог, который отвечает за десять направлений света, дальше полубог ветра, полубог солнца, потом бог огня, ашвини-кумары, потом, что там еще есть? Ну, в общем, вот десять основных. Индра, соответственно, тоже. То есть основные вот эти десять главных самых полубогов, которые или вот эти энергии полубогов еще пока воплощаются. То есть еще форм нету, у самих полубогов тоже нет еще форм. Это пока шакти только создаются благодаря этой энергии вайкарики. Вот. Дальше Тейджеса. Вот. Тейджеса – это ложное эго в гуне страсти. Вот. По длияниям времени Тейджеса порождает интеллект, разум. То есть очень интересно, разум является производной ложного эго в гуне страсти. Функция интеллекта – анализировать, определять природу объектов, попадающих в поле зрения живого существа, и помогать его чувствам. То есть разум необходим живому существу, чтобы выжить в борьбе за существование. То есть выжить вообще. Поэтому разум – это производная гуна страсти, а борьба за существование – это жизнь страсти. Проявление разума в живом существе можно определить по признакам, которые описаны в Шимадбатом 3.26.30. Итак, что же за признаки разума? Это сомнение, заблуждение, верное представление, память и сон, выполняющие различные функции, считаются отличительными признаками интеллекта. То есть иногда, если вы чувствуете, что вы ничего не понимаете, иногда нужно просто чуть-чуть поспать и со спокойным сознанием поймете, и все становится ясно. Функция разума – нужен отдых. Память – это тоже функция разума. Заблуждение или верное представление – это тоже разум. Человек может подать заблуждение. Разум находится в этой сфере, он ищет, может подать заблуждение, потом находит верное представление. Сомнение, выражение сомнений – это тоже признак разума. Поэтому, когда кто-то сомневается, это не признак того, что человек невежественный, вот он не принимает ничего, сомневается. Сомнение — это признак наличия разума. Конечно, разум должен быть одухотворённый, поэтому сомневающийся человек задаёт вопросы, и когда он получает соответствующие ответы из священных писаний, то есть у него появляются убеждения, то тогда разум одухотворяется, то есть он начинает опираться на эти духовные знания. Вот так он становится сильным, способным делать правильный выбор. Также дальнейшая трансформация ложного эго в гуне страсти, то есть Тейджеса, приводит к возникновению праны, жизненная энергия. То есть прана и жизненная энергия тоже нужны для борьбы за существование. А также пять познающих и пять действующих чувств тоже возникают из сочетания ложного эго в гуне страсти. Об этом говорится в Шимадбат 3.26.31. «Эго в гуне страсти поражает два вида чувств – познающие и действующие. Действующие чувства связаны с жизненной энергией, то есть с праной, а познающие чувства связаны с разумом». Итак, другими словами, разум связан с познающими чувствами, то есть через познающие чувства разум может проявлять свою деятельность, то есть он что-то познает и делает выбор, то есть он постоянно анализирует. А прана связана с действующими чувствами, потому что при помощи них я проявляю жизнедеятельность. И что же за действующие чувства и запознающие чувства? Действующие чувства – это речь, это то, при помощи чего я могу воздействовать, проявлять свою прану, жизненную энергию, речь. Дальше руки. При помощи рук я могу что-то брать и так далее, двигать, проявлять вот эту прану, жизненную энергию. Ноги – это орган передвижения имеется в виду, то здесь еще нет самих рук как таковых, это само шакти – орган, действующее чувство, это чувство сами пока. Ноги – как орган передвижения, гениталии – орган продолжения рода и анус – орган для вывода отходов из тела. А познающие чувства – это слух, осязание, зрение, вкус и обоняние, то есть это познающие чувства. Вот эти 10 видов чувств, то есть чувство речи, чувство движения рук, хватательная функция, когда я могу воздействовать или взять что-то, то есть действовать или взять. Ноги – это передвигающий орган, то есть функция. Причем ноги не обязательно, что, например, у разных живых существ эти чувства, чувства передвижения, органа передвижения проявляются по-разному. Например, у червяка нет ног, но у него есть этот орган передвижения, поэтому он движется. То есть не сами ноги являются, это орган передвижения проявлен в виде ног или в виде, я не знаю, в виде вот этого червяка, не знаю, как это назвать, но орган передвижения там есть, он двигается, он ползет. Вот, то есть таким образом действующие органы чувств связаны с жизненной энергией, а познающие органы чувств связаны с интеллектом. То есть вот таким образом происходит этот процесс. И здесь еще одну тему важно, наверное, раскрыть. Я прочитаю комментарий. Махараш, а какой орган передвижения, пока вы в другую тему не ушли, какой орган передвижения у растений? У растений, они фактически недвижимые, но они могут до какой-то степени двигаться вверх. То есть они растут, то есть вот это у них движение, то есть они почти не двигаются, но они могут чуть-чуть, может быть, там где-то корнями чуть-чуть двинуться куда-то, но это очень маленькое. Корнями вниз, значит, да, кроны вверх. У них как бы нету, они не могут передвигаться, хотя в духовном мире деревья могут передвигаться и в пространстве, то дерево, оно просто вырастает, вот оно как бы, то есть у него нету вот этого движения, как бы, ну, горизонтали, скажем так. Практически нет, за небольшим, может быть, то есть, может быть, чуть-чуть корня перетягивает немножко, но чуть-чуть совсем. Фактически оно как бы находится вот с точки зрения горизонтали на месте. Но по вертикали оно растет и вниз, и вверх движется. И еще такой вопрос, а можно вот объяснить, что такое интеллект? Потому что если в Википедию смотреть, то интеллект там описывается как способность воспринимать информацию. То есть вот говорят интеллектуальный человек, он хорошо воспринимает информацию. А здесь что подразумевается под интеллектом? Да, это не совсем так, хотя отчасти можно сказать, что интеллект помогает тоже в этом. То есть интеллект помогает как бы прийти к правильному заключению, понять это все, да, то есть сделать правильный выбор также. То есть ум, он действует, то есть он что-то принимает, что-то отвергает. То есть мы знаем, что информацию можно заучить на уровне ума просто, но интеллект как бы, но не пользоваться этим, да, то есть это не становится частью как бы разума человека. Вот, то есть для этого нужна вегьяна, некое более глубокое осознание. То есть интеллект – это функция, которая помогает живому существу делать правильный выбор. То есть ум, он может отвергать что-то, но разум ему может сказать, на самом деле это благоприятно для тебя, поэтому возьми это, хотя тебе, может быть, это не нравится, но ты можешь взять. То есть разум, он как бы должен играть функцию, управляющую умом. А вот в это, в боговагите Шила Пракхупада в комментариях он пишет, что интеллект, он так же, как и внешность, ну вообще дается человеку в зависимости от его предыдущей деятельности, то есть по карме. А вот интеллект можно развить, например, в процессе преданного служения? Конечно, да. То есть мы развиваем его, получая духовные знания, как бы одухотворяя свой интеллект. И когда мы развиваем настроение преданности, я вам что хочу сказать, что какой бы интеллект у нас ни был, даже если это интеллект Господа Брахма, это все равно настолько ничтожно. То есть мы видим, что даже Господь Брама ошибается, и он как бы попал в этот просаг, он Кришну, был сбит с толку Кришну. Его интеллект не помог ему понять Кришну. Но когда человек становится слугой Господа, тогда Кришна говорит, я даю разум живому существу. То есть вот это вот как бы импульс, которое приходит изнутри, как импульс такой, осознание внутри. То есть разум как бы наполняется правильным осознанием, и вот это осознание дает импульс делать правильный выбор в жизни. Вот мы должны поучиться этому искусству, не пытаться свой интеллект раздувать, чтобы быть таким разумным, а пытаться быть на самом деле просто простым слугой Господа и зависеть от Его милости. И тогда Кришна дает этот интеллект разум. И преданность становится самым разумным. И люди будут удивляться. Они будут говорить, откуда вы получили эти знания? Вы так вот нехорошо говорите, откуда у вас это? Преданность сам поражается. Не знаю, но просто как-то я прочитал книги Шивы Пропады. То есть он понимает, что что-то Кришна мне дает вдруг вот эти вот понимания, и я могу об этом говорить. Поэтому если мы станем преданными Господу, то тогда в нас начнет проявляться интеллект самого Кришны. То есть Кришна нам даст нужный интеллект для той или иной деятельности. Но тем не менее мы развиваем интеллект в каком смысле? Мы просто изучаем Священное Писание, мы пытаемся опобираться на них, то есть одухотворяем. Но в конце концов это изучение должно привести нас именно к этому состоянию преданности. А не просто как бы когда мы в том же ложном эго находимся, но теперь у нас еще есть шастры, да? То есть мы можем теперь всем давать заключение, как бы, но по-прежнему Ишнара живет внутри. Это на самом деле неразумная позиция. Разумная позиция — быть слугой Господи. Спасибо. Спасибо. Харик Кришна, Мои Поклоны Махараджи, можно один момент уточнить? Вот про чувства Вы говорили, речь, хождение, да, хватательный рефлекс. А вот когда рождается джива в теле человека, допустим, и уже рожден там без ног, или там что-то недоразвито, или лишен речи, или слуха, это что, нехватка энергии, или это больше вопрос уже кармического характера? Это да, это проявление определенной кармы, то есть он ограничен в своих, например, движении. Ну, например, взять этого Ника Войчича, да, то есть вы все, наверное, знаменитые. То есть у него нет ног, но он двигается, да, то есть он даже при помощи этой лапки, он как-то передвигается, то есть у него есть эта двигательная энергия, но он очень ограничен, он не может вот так просто побежать, он не может что-то просто взять, рук тоже у него нету, да, то есть он этой, в общем, этой одной лапкой, и то есть сама функция и рук, и ног у него проявлена через эту одну лапку, он через нее пытается все делать, и он пишет на клавиатуре при помощи, несколько книг написал уже, вот, то есть он использует эту, как бы, функцию для того, чтобы функции и передвижения, и рук, она проявляется через вот эту одну, ну, она внутри него есть, но они, как бы, тело само не позволяет этому проявиться должным образом, это карма, то есть карма ограничила его таким телом. А в тех случаях, когда, ну, вообще нет возможности как-то вот эти функции проявить, это просто о тяжести кармы, да, говорит, но сама энергия, она присутствует внутри. Да, и, как бы, потребность идти есть, вот, например, многие люди, которым отрезали ногу, вот, они, в какой-то момент, они часто спят, и они чувствуют, что у них есть нога, и даже они иногда могут встать, забыть, что они без ноги, и упасть вообще, то есть, как бы, они пытаются стать на ногу, а ее нету. То есть, идти они пытаются, но нету, как бы, материальной вот этой вот ноги. То есть, сама, как бы, потребность идти, в тонком теле есть эта потребность, а в грубом теле, оно, как бы, ну, оно ограничено, по карме, оно, как бы, этого заслужило, да, то есть, вот такое. Спасибо большое, Ольга. Так, хорошо, давайте ложное эго в гуне невежества, самое интересное. Не знаю, интересно, но самое запутанное, наверное, сейчас будет. Так, итак, ложное эго в гуне невежества. А, да, прежде чем перейти к ложное эго в гуне невежества, я хотел одну вещь важную сказать. Я прочитаю комментарии из Шилы Пропады, и важно тоже об этом поговорить, потому что иногда у преданных создается впечатление, что, ну, как бы, чтобы как-то жить в этом мире, нужно вообще быть в страсти, да, то есть, в эту гуну страсти погрузиться. Сейчас я попытаюсь объяснить этот момент. Итак, Шилы Пропада пишет, это комментарий 3, 26, 31. Оба вида чувств, познающие и действующие, порождены эго в гуне страсти. И поскольку для того, чтобы действовать и познавать органам чувств необходима энергия, то жизненная энергия или энергия жизни тоже возникает из эго в гуне страсти. Поэтому в жизни мы видим, что люди, находящиеся преимущественно под влиянием гуны страсти, очень быстро достигают материального благополучия. Веды, чтобы побудить человека к материальной деятельности, рекомендуют стимулировать его сексуальное желание, поскольку секс является олицетворением жизни в гуне страсти. Но те, кто стремится к духовному прогрессу, должны полностью избавиться от влияния гуны страсти и достичь уровня гуны благости. То есть, что здесь важно понять, что у многих людей есть вот это представление, что нужно как бы… Например, жена может думать, что у мужа не хватает страсти, надо ему вот эту страсть, она пытается его как бы вогнать в эту страсть, чтобы он кипел, чтобы он бежал и что-то делал в этой страсти с выпученными глазами. Но на самом деле и для этого может стимулироваться, как здесь говорится, сексуальное желание. То есть, когда, так сказать, это стимулируется, то гуна страсти увеличивается, и человек начинает бегать, то есть пытаться в страсти как бы действовать. И иногда может казаться, что это единственный способ вообще жизни в этом мире. То есть, на самом деле, в Бхагавадгите говорится, что демоны так и думают, что вожделение является причиной как бы вот этого мира, развития этого мира. То есть, если не стимулировать вожделение, то как бы этот мир и не будет развиваться. Но на самом деле есть другой уровень, другой принцип жизни. И здесь Шиллапрапада говорит, это жизнь в духовной энергии. То есть, другими словами, мы стимулируем не вожделение, а мы стимулируем Бхакти, преданность. Это та же самая энергия, но гораздо, на самом деле, даже могущественнее. То есть, если есть Бхакти, человек может такие вообще чудеса делать, как говорит Иисус, горы передвигать сможет. Вот. То есть, и такой человек живет в благости. То есть, благость – это означает, что он чувствует гармонию и с Богом, и с другими живыми существами. То есть, он как бы не агрессор, то есть, в этой природе, пытаясь получить как можно больше. А он действует в соответствии с замыслом, то есть, в соответствии с планом. Он чувствует этот замысел. В состоянии благости к человеку приходит это знание, этот разум, понимание, «Что Господь хочет от меня?» И вдохновение человек чувствует так же делать это. Поэтому такой человек также может достигать даже гораздо больших успехов, чем человек гуни страсти. То есть, это не означает, что человек в благости, он вообще, у него никогда не будет никакого материального благополучия. Нет, у человека в гуни благости есть все необходимое для жизни. То есть, вот эта гармония, изобилие присутствует в его жизни. При этом изобилие не обязательно проявляется в количестве денег на счету. И наоборот, человек в гуни страсти, даже если у него огромные суммы на счетах, такой человек все равно не успокоится, он все равно будет гореть этой страстью, он будет обеспокоен, он будет все время гнаться все больше, больше и больше. Никогда не успокаивается. То есть, изобилия у него нет в гуни страсти. Тогда как жизнь вот на этом духовном уровне, которому мы как раз в сознании Кришны и учимся, мы как бы наоборот переводим себя в состояние благости, а благость – это означает, мы ставим себя под руководство Господа Вишну, потому что Вишна управляет гуной благости. И тогда преданный он способен поддерживать все, то есть он способен быть вот этим, ну как бы не быть отчужденным деятелем, что ли. То есть возникает эта гармония естественная, сатва, связанная с Вишну. Ну, в общем, мне хотелось сказать, что человек гуни благости – это не тот, кто ничего не… То есть человек в благости – это… То есть иногда тоже неправильное представление. То есть благость – это некий такой йог, который сидит, он весь такой благостный, не обеспокоен, он ничего не делает. Нет, человек в благости тоже действует. Но он действует не из вожделения, не из страсти вот этой внутренней, желания получить что-то, а он действует из вдохновения, из вот этого творческого вдохновения, которое исходит из его отношений с Богом. То есть он чувствует это вдохновение послужить Господу вот таким образом. И поэтому такой предмет тоже проявляет деятельную энергию, но она благостна. То есть она исходит от того, кто контролирует эту гуну благости, то есть от Кришны. Ну вот этот момент тоже хотел отметить. Есть ли какие-то вопросы по этому поводу? Или идем дальше? Хорошо, давайте дальше. Можно идти дальше. Ага. Так, у нас время сейчас полтора часа уже прошло, да? Хорошо, мы ее даже заканчиваем. Ну, уже немножко осталось. Ложное эго в гуне невежества осталось разобрать и подытожить. Итак, ложное эго в гуне невежество. Оно называется тамаса. Трансформируясь под воздействием времени, тамаса порождает пять материальных элементов. То есть что это за элементы? Это эфир, воздух, вода, это огонь, вода и земля. То есть пять махабгуд. Также оно порождает пять объектов этих элементов. То есть это звук, это элемент касания, форма, вкус и запах. То есть это вот пять объектов этих чувств, в общем, пять объектов этих элементов и пять органов для их восприятия. То есть пять органов – это, в общем, орган, который ухо, то есть который звук способен воспринимать. Это, соответственно, орган осязания, который способен воспринимать движение праны, воздуха. Это глаз, который воспринимает огонь. То есть, или орган зрения, точнее, не сам глаз еще. Глаз – это уже проявление этого органа зрения. Орган вкуса и орган обоняния. То есть пять органов чувств. То есть вот еще пятнадцать элементов. То есть если как бы вернуться обратно, то есть у нас вайкарика, ложная эго в гуне благости, порождало ум, а также полубогов. Ну, полубоги – это не входит в материальный элемент, это шакти определенные. То есть ум, потом первый элемент. Соответственно, дальше в гуне страсти порождается десять чувств. Это десять грубых еще элементов. Потом вот эти пять деятельных чувств, пять познающих. И здесь сейчас мы видим пять этих элементов. В общем, дальнейшая трансформация. Пять материальных элементов, пять объектов чувств и пять органов восприятия. Вот двадцать пять, собственно, материальных, двадцать шесть материальных элементов. Итак, процесс создания грубых элементов, их объектов и органов восприятия начинается с более тонких и развивается к более грубым. То есть самые тонкие вначале элементы проявляются, потом более грубые. Итак, самым тонким объектом грубых материальных элементов является звук. То есть, другими словами, звук, звуковая вибрация, ложная эго в гуне невежества, там проявляется звук. Это первый элемент, который рождается из этого сочетания. Материальный звук. Звук дает начало эфиру. То есть эфир – это элемент, который является, по-другому его еще называют пространство, в котором звук распространяется. Это то, что мы не можем на самом деле пощупать даже. Но мы можем понять, что эфир существует, когда мы слышим, то есть звук кто-то нам говорит, и если звук до нас доходит, то есть звук перемещается, значит, есть пространство, есть эфир. Эфир – это пространство, в котором звук перемещается. Также в эфире говорится, что это субстанция, которой тоже могут ум творить там формы различные. То есть, другими словами, функция и признаки эфира заключаются в том, что он предоставляет место для внешнего и внутреннего бытия всех живых существ. То есть, является полем деятельности жизненного воздуха, чувств и ума. То есть, вот эти все чувства, ум и жизненный воздух, они все действуют вот в этом пространстве, пространстве эфира. И эфир, соответственно, также, кроме того, звук является источником органа слуха. То есть, орган слуха, ну, у нас это как ухо проявляется в конечном счете, но это орган слуха, то есть, тот орган, который способен воспринимать звук. И у разных живых существ этот орган проявляется по-разному тоже. Вот. Дальше, когда, значит, сотворенный звуком эфир подлянием времени, то есть, время, вот эта энергия Господа, которая все время воздействует, то есть, она ведет дальнейшие трансформации, то есть, вот этот эфир трансформируется в следующий материальный элемент, смешиваясь со временем, и появляется воздух. Вот. То есть, следующий элемент – это воздух. Соответственно, объект для воздуха – это касание, это объект осязания или касание, а из него образуется орган осязания, то есть, орган, при помощи которого мы можем осязать, то есть, воспринимать, то есть, вот, ну, как, например, руками мы можем, кожа, она может осязать, да, то есть, это орган осязания. Вот. Дальше, то есть, что мы можем осязать? Мягкость и твердость, холод и тепло – таковы характеристики, воспринимаемые осязанием, которое представляет собой тонкую форму воздуха. Воздух отвечает за движение, смешение и нормальное функционирование всех органов чувств. Он также предоставляет возможность приблизиться к объектам воздуха, к объектам звука и переносит другие объекты чувств. Ну, в общем, воздух играет важную роль. Фактически, внутри тела есть 10 потоков, благодаря которым происходят все движения. То есть, все вот это вот я сейчас двигаю руками. На самом деле, это воздух внутри. Внутри тела он позволяет двигаться. Вот. Есть 5 грубых этих самых потоков воздуха, есть 5 тонких потоков воздуха. Ну, это отдельная тема. В общем, воздух, он таким образом отвечает за вот эти функции. Дальше, под влиянием времени воздух, он трансформируется в огонь, который приобретает форму, то есть, объект органа, объект огня – это форма, и глаз или орган зрения, который воспринимает эту форму, форму и цвет огня. То есть, мы видим форму других живых существ, потому что есть элемент огня. Вот элемент огня, он как бы дает вот это вот… То есть, наше зрение, оно способно воспринимать таким образом. Вот. И, значит, форму и цвет мы можем воспринимать глазами или органам зрения при условии наличия, естественно, солнца, сияние которого является чувственным объектом для глаза. Дальше, повинуясь высшей воле, под влиянием времени, которое проявляется в виде времени, это высшая воля, огонь подвергается дальнейшей трансформации, порождает тонкий по природе объект вкуса. Вот. Из вкуса возникает вода, а также язык, который ощущает вкус. Вот. Поскольку вкус возникает из воды, язык всегда уложнен слюной. То есть, если нет слюны, мы не способны чувствовать вкус. Смешиваясь с различными веществами, изначально единый вкус принимает различные формы, становясь вяжущим, сладким, горьким, острым, кислым и соленым. То есть, есть шесть этих вкусов. Это изначальный вкус, смешанный с разными элементами. Также вода характеризуется способностью увлажнять другие вещества, приносить чувство удовлетворения, поддерживать жизнь, размягчать предметы, уменьшать жар и освежать, утоляя жажду. Благодаря воде происходит смешение элементов. То есть, кстати, интересно, то есть мы можем этим пользоваться, если мы чувствуем какую-то раздражительность, какую-то вот недовлетворенность, можно просто принять душ или просто вот покупаться, и сама вода, она приносит вот это вот какое-то состояние умиротворения и удовлетворения. То есть такое вот, у нее функция такая. Чтобы замесить тесто, к муке добавляют воду. Чтобы построить дом, требуются кирпичи, для производства которых используется тоже вода. Огонь, воздух и вода таким образом являются элементами, связующими все материальное мироздание. Дальше последний элемент, то есть под влиянием воли, энергии воли, то есть или времени. Вода порождает тонкий элемент запаха и, соответственно, проявляется земля и орган обоняния. То есть орган, при помощи которого можно чувствовать запахи. Вот, таким образом, соответственно, проявляются пять грубых элементов. Эфир, воздух, огонь, вода и земля. Пять объектов этих элементов, то есть звук, касание, форма, вкус и запах. И пять органов их восприятия. Это орган слуха, орган осязания, орган зрения, орган вкуса и орган обоняния. Каждый последующий материальный элемент фактически сохраняет качество предыдущего. То есть что это означает? То есть тоже интересно это. То есть в эфире есть только звук. То есть вот этот элемент только проявлен в эфире. Тогда как в воздухе уже есть, поскольку он является производной эфира, в воздухе есть и звук, но еще и касание. В огне есть уже и звук, и касание, и форма. Вода, в ней есть и звук. То есть, например, если вы нырнете в воду и в воде, вы стукнете, например, какими-то металлическими предметами, то другой человек, находящийся в воде, он услышит звук. То есть звук в воде тоже распространяется. Почему? Потому что, ну как бы, есть вот эти все... также в воде мы можем чувствовать касание, мы можем видеть формы, и также вкус в воде присутствует. То есть вода, она имеет уже форму какую-то, то есть можно, хотя, то есть можно видеть океан, там он имеет, то есть он какой-то, форма уже просматривается. Дальше. Земля. Земля имеет все пять вот этих элементов. Звук, касание, форма, вкус и запах. То есть нетрудно заметить, что Земля является сосредоточением всех качеств, присущих также остальным элементам. Всего Земля обладает пятью качествами грубых элементов. У воды их четыре, у огня три, у воздуха два, а эфиру присуще только одно качество, это звук. Так, исследуя качество различных элементов, проницательный человек может увидеть причину их появления. Вот поэтому в Шимат-Багвате 3.26.49 говорится, что поскольку причина присутствует в следствии, признаки причины можно обнаружить в следствии. Вот почему только Земля содержит в себе отличительные качества всех остальных элементов. То есть другими словами, Земля — это следствие воды, вода — это следствие огня, огонь — это следствие воздуха, а воздух — это следствие эфира. Эфир — это следствие звука, то есть звук — это следствие ложного эго в гуне невежества. Соответственно, ложное эго появляется благодаря дживам, которые появляются в этой Махататтве. Вот. А там они появляются благодаря взгляду Махавишну. Вот. Махавишну, его источником является Санкаршана из Чатурвьюхи на планетах Вайкунхи. Вот. А источником этой Чатурвьюхи, четвертичной экспансии, является Маханарайена. Маханарайена, его источником является Санкаршана, первичный Чатурвьюхин в Двараке. А источником Васудева, Санкаршаны, Продюмна, Нерудхи является Баларама во Вриндаване. А источником Баларамы является Кришна. Таким образом, можно увидеть, что из Кришны в конце концов появляются эти все грубые материальные элементы. Все исходит из Кришны. Поэтому говорится Ишварах, Парамах, Кришнах, Сачитананда, Виграхах, Анадирадир, Говиндах, Сарва, Карана, Каранам. Что Ишварах, Парамах, Кришнах, что среди всех Ишвар, среди всех повелителей Кришна является изначальным. Он Парама Ишвара. Сачитананда, Виграхах, его форма вечности, знания и блаженства. Анадирадир, Говиндах, он изначальная причина всех причин. То есть есть как бы, то есть причиной, например, земли является вода, то есть причиной воды является огонь. То есть это как бы, у них есть причины свои, но причиной всех этих причин является в конечном счете Кришна. Вот таким образом мы можем увидеть, что все на самом деле связано с Кришной. То есть если нет Кришны, нету ничего. То есть все связано с Кришной. То есть ничего не отделено от него. Есть прямая связь, но есть как бы целая цепочка следствий. То есть поэтому как бы непосвященному человеку очень трудно увидеть, как эта земля, вот этот первоэлемент грубый, как он связан с Кришной. То есть кажется, что он отделен. Но на самом деле, если проследить вот эту цепочку, то можно увидеть, что все в конечном счете исходит из Кришны. Ну вот, собственно, для этого этот урок и был, чтобы показать, что все эти первоэлементы, то есть все как бы творение в конечном счете исходит из Кришны. Кришна является источником всего. Поэтому преданное служение Кришне является высшей дхармой или высшей деятельностью, саматанадхармой для живого существа. И когда мы начинаем служить Господу, то мы способны правильно, что ли, задействовать, использовать свою энергию. Ну и дальше уже, когда эти первоэлементы, 26 этих элементов проявились, то далее уже происходит вторичное творение. Господь Брама берет эти первоэлементы и, соответственно, смешивая их, он порождает формы. Как он это делает? Он просто, например, он медитирует на звук ГО. Это санскритские звуки, они имеют как бы свою форму в эфире. И эта форма в виде коровы, то есть и в результате как бы начинает появляться, то есть живо входит в эту форму соответствующую и появляется корова. Эти коровы уже начинают воспроизводить друг друга, воспроизводить других коров. Так же опускается процесс творения. Но изначально Брама творит все эти первые формы, мужские и женские. Вот такой творческой силы он наделен. И пока, наверное, на этом можем остановиться. То есть если что-то хотите еще обсудить, то, пожалуйста. Привет, дорогие. У кого есть вопросы? Можно спросить? Да-да-да. Спасибо большое. Очень интересная такая лекция. Очень интересная. Так много информации. Вот мы когда рассматривали, первые элементы под влиянием времени активизируются и проявляются тригуны материальной природы. Вайкарика тиджаса тамаса. Эго в благости, эго в страсти, невежестве. Вот Вайкарика порождает материальный ум. Это вообще изначальное состояние ума, умиротворенное, духовное состояние. А уже ум формирует образы. Правильно я поняла? Смотрите. То есть ум является, конечно, трансформацией вот этого желания дживы. То есть если джива находится… Вообще вот эти все первоэлементы, ложное эго в том числе, появляется из вот этого тонкого желания дживы. Если это желание эксплуатировать природу, то есть быть вот этим пуруши, быть богом, то тогда появляется ложное эго и, соответственно, появляется ум. То есть ложное эго в гунии благости порождает материальный ум. Следующий элемент. Ум обладает вот этой способностью создавать образы. То есть мы думаем, мы воображаем что-то. И на самом деле образы эти в эфире возникают. Вот это вот интересно. Вы можете прочитать в определенных комментариях Шилы Пурпады, что ум обладает способностью создавать образы в эфире. Это в какой песне Шима от Боговатам? В третьей песне, да? И во второй, и в третьей. Я вот сейчас… Именно о чем? Об этом, что ум создает образы в эфире. Ну, я сейчас не могу точно вам ссылку. Это давно и было, когда я это все вот прям так. Спасибо. И здесь вот я цитировал этот стих, что эфир предоставляет место как пространство для жизнедеятельности жизненного вот этого воздуха, ума и чувств. То есть они действуют в этом пространстве. То есть нам нужно пространство, чтобы мы могли действовать. Это пространство, это эфир. Конечно, некая как бы такая субстанция, в которой все это действует. И прана, и ум. И поэтому ум и создает в этом пространстве формы определенные. То есть он может как бы поражать себе что-то. Спасибо большое, Харь Кришна. При этом у кого еще вопрос есть? Если у кого нет вопросов, я вопрос задам. Обычно это такая непростая тема для преданных, но главная суть это понять, что все исходит из Криши. Просто, может быть, мы не такие большие философы, чтобы там разобраться во всех этих нюансах, как же это вот он смотрит на этот воздух, и из него появляется огонь. Как это происходит вообще? Можно всю жизнь продумать, чтобы понять этот момент. Но это как бы... То есть у Господа есть эта его воля, он может это делать. У него есть эта способность. И некоторые йоги, они тоже как бы усваивают от Господа эту способность, получают как бы полномочия. Это и есть мистическая сила. И они могут проявить вдруг какой-то материальный элемент на руке. То есть вот у них пустая рука, и вдруг раз появляется чашечка здесь какая-то. Как они ее материализуют? Тот же самый процесс используют. Просто им в незначительной степени они имеют способность, как бы от Бога получают эту ситху, способность вот эти материальные элементы проявлять. Даже есть мистик, который... То есть есть знаменитый Вишвамит Рамуни, который создал целые райские планеты. Правда, не смог их поддерживать. И вынужден был обратиться к Господу, чтобы он поддержал, но есть история, когда однажды один царь, который был проклят в Асишской Муне, а Вишвамитра в свое время соперничает с Асишской Муне. Он ему немножко, так сказать, то есть он хочет стать таким же могуществом, как Асишка, но никак не может... Все время у них соперничество какое-то. До внешнего. Но это отдельная история, как оно возникло там. То есть Вишвамитра был царем, вот он в какой-то момент захотел забрать корову в Асишске, но Вишвамитра проявил просто мистическую силу и вот ничего не смог сделать, несмотря на все свои силы. И он начал размевать тоже брахманическую силу, чтобы сравняться с Вишвамитрой. И Вишвамитра в какой-то момент, когда он постречал этого царя, который почернел вообще от проклятия этого, то есть он стал шудрой, спросил, ты кто? Он говорит, я на самом деле царь, но я был проклят в Асишской Муне, и вот сейчас нахожусь в этом положении. Вот. И теперь я, наверное, не попаду в рай. То есть сказал, почему не попадешь? Я сделаю, что ты попадешь. На зло этому в Асишской Муне попадешь в рай. И он начал отправлять его в рай. Тришанху звали этого царя. Вот. И тот летел в рай, а полубоги его обратно отправляли. Потому что квалификации нет для рая. И тогда Вишвамитр сказал, ну хорошо, раз они не принимают, я создам свой рай. И он создал райские планеты. Представляете? То есть, какой даже силой может обладать. Вот. Ну, это практически почти как брахма, но не совсем, да, то есть чуть меньше. И он создал райские планеты, но поддерживать их не смог. Поэтому он обратился к Господу Вишну, и Господь откликнулся и сказал, хорошо, я на этот раз поддержу, но больше такое не делай. Иначе бы эти планеты как начались бы сыпаться во Вселенную, это было бы серьезная трагедия. Вот. Так что вот иногда эти йоги-мистики могут что-то творить, но поддерживать это долго нужно много сил, да, то есть им нужно все время аскезы совершать там и так далее, чтобы эти силы иметь. Спасибо. Махарадж, можно вопрос мне задать? Да. А вот вначале мы говорили про Васудеву, Санкаршну, пройдем на Нерудху. Скажите, пожалуйста, вот в некоторых местах правупада говорили, что Васудева представляет иногда Кришну без спутников. Здесь речь идет о Параматме. Вы просто говорили о Васудеве как бы в Двараке, но я так понимаю, Васудеву иногда называют не только Кришну в Двараке, еще как-то используется этот термин Васудева. Есть как бы энергия чистой благости, Васудева. То есть это некая как бы энергия сад, то есть энергия вечности. Мне надо посмотреть конкретную цитату, чтобы объяснить ее. Я сейчас немножко не чувствую как бы важно, наверное, увидеть цитату, если вы хотите. Может быть, в другой раз как-нибудь. Ну вот сознание Кришны тоже праупатр иногда называют сознанием Васудевы. Сознание Васудевы это означает трансцендентное сознание, духовное сознание. Сознание Васудевы. А Васудева как бы еще Васудева это отец Кришны. Ну да, И Васудева. Сын Васудевы. Да, да, То есть ну как бы но здесь имеется в виду Васудева Санкаршана Прадюмна Нерудка это конкретное воплощение Господа с такими именами, да, то есть Васудева Санкаршана Прадюмна Нерудка. Да, вот у меня цитата вот такая, но конечно всего комментарий нет, это 30 песен Бхагава, там я даже не сохранил, к сожалению, стих сам. Чтобы обрести чистое сознание или сознание Кришны, нужно поклоняться Васудеве. Васудевы называют Кришну без спутников. Это форма Кришны или Вишну, в которой его не сопровождает внутренняя энергия. Интересно. Ну вот, стой, есть о чем поразмышлять. Ну да, есть о чем. Хорошо, еще вот такой вопрос есть, Махараш. Это еще не Кришна, то есть Васудева это как бы духовная энергия, то есть проявление как бы Вишну, его как бы субстанции не окруженные. То есть это параматма что ли? Ну да, всепронизывающий еще говорит Васудева, правильно же? Да. Как раз похоже на параматму. Она всепронизывающая. Энергия, которая поддерживает все, пронизывает все. Вот. Она еще без спутников, то есть говорится, то есть Господь без спутников, но... Причем без внутренней энергии здесь Парупада пишет дальше. Это его частичное проявление. Именно получается в материальном мире как бы, да? Получается, что так, да. Наверное, это имеется в виду параматмана. Я могу только сейчас предполагать, надо поразмышлять над этим. Я так немножко... предполагаю. Интересно, конечно, какой стих, посмотреть, в каком контексте. Да, я найду его полностью. Я, к сожалению, почему-то фрагмент сохранил, а вот всем текстом сохранил. Хорошо. А другой вопрос пока задам, может быть, по другому вопросу будет более конкретный. По теме, которую мы изучали, есть вопросы? то есть, конечно... Да, я поэтому сказал, что если ни у кого нет, я задам вопросы. Поэтому, если есть, спрашивайте преданные, пожалуйста. Нету, да? Ну ладно, давай-давай. У меня по времени вопрос есть. По времени можно? Энергия времени. Энергия времени это следующий урок, ну давай. Ага, то есть мы мы с вами как-то договоримся? В следующий четверг встретимся? Да я думаю, что пусть кто-то другой уже проведет. А, ну может как раз-таки закончим эту тему с вами уже, про энергию времени. Так там потом другая. Нет, там уже как раз-таки совсем такая логическая завершенность уже идет. Там у нас идет карма-реинкарнация, поэтому, если вы не против, можем как раз закончить. Да, карма-реинкарнация. Не знаю, у вас какая-то другая логика похожа. У нас порядок другой, да, у нас подхупать правду порядок определенный усыновил. Ну хорошо, мы давайте это с вами обсудим потом. Да, мне надо посмотреть, у меня просто тоже много всего, как бы, поэтому я не знаю. Хорошо. Вот время, это воля Господа. Ну вот, первый вопрос, в духовном мире как бы время это представлено вообще или нет? В какой-то той или иной форме? Нет, в духовном мире нету вот этого как бы процесса создания, поддержания, разрушения. там все время благость, то есть там нету, то есть как бы, то есть там нету разрушения, поэтому время там не ощущается. То есть там вообще нет утра, вечера, этого нет? Там это есть, то есть есть утро, вечер, оно происходит, но это не время, это как бы лилы, то есть они проходят в разные эти самые, то есть нет отчета времени, там вечность присутствует. Как это понять? Нет прошлого, будущего, есть всегда настоящее. Мы можем только ощутить, то есть даже здесь в материальном мире мы можем ощутить иногда этот вкус вечности, как будто бы время, а вообще его нету, если мы в это духовное состояние входим, и там другое восприятие реальности. То есть время заставляет двигаться все в этом мире, мы как будто бы в постоянном бегу находимся, то есть это как-то, представляете, вот течет речка. И вот мы стоим на берегу, и мы смотрим на эту речку, если мы начинаем себя отождествлять с этим течением, оно как бы уносит нас тоже, и мы все время в этом течении, мы пытаемся из него выплыть, то есть боремся с этим временем, а время нас несет. То есть от создания до разрушения, потом опять создание, разрушение, все вот это вот движет всем, то есть мы как бы в реке этой времени находимся, но если мы осознаем, что мы не есть эта река, то есть или это вот это движение, то есть мы себя разочисляем, и для того, чтобы разочислить, нужно увидеть Кришну, то тогда мы становимся отстраненными наблюдателями. А вот как раз таки в связи с этим вопрос тоже есть. Скажите, пожалуйста, а как вообще вот действовать в этом мире, если не отождествлять себя с положением в этом мире, то есть не отождествлять себя мужчиной, не отождествлять себя женщиной, не отождествлять себя отцом или ребенком и так далее? Мы играем в роли, то есть мы служим в разных ролях. То есть, например, у меня есть, предположим, качество менеджера какого-то, который Кришна мне дал вот эту природу. Я в мужском теле, предположим, я менеджер, предположим. Это не означает, что я такой, я просто как пример. И, соответственно, я слуга, и я понимаю, что Господь мне дал вот такие энергии в руки для служения, поэтому я как слуга начинаю говорить, так, вы туда, вы сюда, вот так, вы здесь, собрание провожу там, ну, в общем, руковожу, администрирую, да? Для того, и когда предыдят, что администратор слуга, они с удовольствием ему подчиняются, потому что они видят, что он служит Кришне. Но если они видят, что администратор, отождествляя себя с этой ролью, начинает этим наслаждаться и как бы вот эго свое проявляет, то такому администратору не хочется подчиняться. Если он, конечно, хорошие деньги не платит, тогда приходится подчиняться. То есть мы должны себя отождествить как бы не до конца с этой ролью, да? Я правильно понимаю? Как актер на сцене себя отождествляет с этой ролью? Мы отождествляем себя со слугой, который пользуется этими энергиями для служения Господу. То есть мы будем чувствовать, как эти энергии движутся, потому что мы ими управляем. Мы будем чувствовать эти шахты, но мы понимаем, что это шахты не мои. Мы как бы даже будем чувствовать, как она вообще, как через меня это как будто бы протекает, эта энергия. Очень легко отождествить тебя в такой ситуации. Как только ложная игра включается, что это я такие хорошие вещи делаю, вот тут как бы вся проблема. Это сразу меня отделяет от Кришны. И тогда начинается вот эта вот вся игра как бы материальная. Поэтому, да, тут есть ловушка. И поэтому Брама, когда он как бы узнал о своей задаче, что ему предстоит творить материальную вселенную, он смолился Кришне. Он сказал, Кришна, как мне не стать, как мне не пасть вот это сознание, что я тут Господин вообще, что я тут Создатель? Пожалуйста, дай мне что-то, чтобы я не впал в эту иллюзию. Вот я об этом сейчас молюсь, я боюсь вообще начинать творить. Я ж очень быстро могу возгордиться. И тогда Вишну ему дал четыре изначальных шлоки Шимадбхагаватам, которые представляют собой духовную технологию, как не попасть вот в эту ловушку, чтобы все время чувствовать себя слугой. Вот. И там четыре стиха. Не знаю, это отдельная тема, может, я могу вкратце, конечно, сказать, но… То есть это некая духовная технология. По сути дела, Бхагаватам нас учат вот этой технологии, как быть слугой и при этом действовать в разных ролях, не отождествляя себя с ними. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, хорошо. Я еще добавлю, что человек может достичь максимальной эффективности в своей роли именно когда он слуга Господа. Когда он действует из ложного эго, он очень сильно себя сразу ограничивает. Потому что джива обладает маленькой энергией. Он просто… Это как, знаете, как вентилятор, который вы дергаешь из руки, он еще крутится, может быть, энергию какую-то имеет, но потихоньку он начинает гаснуть. То есть человек теряет свои полномочия постепенно. Но если он подключен все время к этой, то есть как слуга, то есть с Господом, то он всегда будет эффективен. Поэтому если медленный действует как слуга, но он неэффективен, значит, что-то у него еще не совсем с позиции слуги в порядке. Что-то у него неправильно в голове. То есть слуга Господа, он всегда эффективен. Как Аржуна, например. То есть он был очень эффективным слугой. То есть он был таким воином, что полубоги даже его приглашали сразиться, чтобы он защитил их от демонов. Угу. 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 Хорошо. Ну тогда... Харик. Харик. Простите. А вот ссылки можно будет получить на вот эти стихи, о которых Вы сказали? Я могу прислать вот эти уроки, которые мы, собственно, сегодня... Ну, наверное, есть они у этого самого? То есть это... Есть, да. Конспекты будут после уроков розданы. И там как раз таки используются наработки Ваши. В курсе Ивасвана также используются. У вас первые, двадцать второй уроки. Вот. И там все вот эти ссылки, которые я зачитывал. И еще и другие я некоторые не зачитал. Да. А вот про Браму, которую Вы только что в самом конце же упомянули. Дал ему шлоки, Вы сказали. Шлоки, это... Карабаджина Прабу помнишь? Сейчас увидел, что Карабаджина Прабу здесь присутствует. Оре Гришна. Оре Гришна. Тридцать третьего. Тридцать три, три, четыре, тридцать пять. Да, да, да. Песня какая? Вторая песня, девятая глава. А, спасибо большое. Это Парибаса Сутры, да? Или Четрушлока, да? Четрушлока Багаватам. То есть это Шимадбатам в четырех стихах. Спасибо большое. Дорогие предатели, давайте включим микрофон и поблагодарим Махараджа. Спасибо большое, Махараджа. Спасибо большое, Махараджа. Спасибо большое, Махараджа. Это супер. Оре Гришна. А можно вас пригласить на лекции с Шимадбатом, если для вас это, конечно, удобно по времени? Мама. Иногда. Мама. Буду рад с вами пообщаться. Наверное, после картики уже. А тут у меня сейчас такой напряг на картику. Все хотят. Понятно. Понятно. Махараджа, мы будем очень рады, если вы на следующей неделе к нам присоединитесь. Спасибо. Пожалуйста. Окей. Вы подумайте. Мы будем очень ждать. Спасибо. Ари Крисне. Шилапрупадакий. Да. Спасибо большое. Дорогие предатели, вы сейчас, пожалуйста, не отключайтесь сразу. Махарадж, спасибо большое. Я с вами свяжусь сейчас после того, как закончится. Преданные сейчас по желанию, вот я хотел сказать, что если есть возможность, можете сейчас прямо здесь, не отключаясь, продолжить слушать Кришна Катху, Ливы Шилапрупады. По вечерам Крабажина Прабуть читает Крупада и Ламбрид, его часто будут продолжаться. Если кто-то уже спешит, кинозила, конечно, можно идти. Также не забывайте, пожалуйста, оставить свои фидбэки, несколько слов, предложений, обратной связи о том, чтобы больше всего вам запомнилось из сегодняшнего урока. Пожалуйста, не надо это делать в виде конспектов огромных таких, лонгридов. Несколько важных моментов затроньте. Можно это сделать в аудио надиктовать просто, если трудно писать. И я думаю, что уже на днях завтра, сегодня вечером, завтра утром, ваши кураторы вышлют конспекты из дома.